Итак, всем привет, друзья! Сегодня я хочу поделиться с вами теми нововведениями, которые я увидел в карьере FIFA 21. И давайте начнем с самого начала. Играю я в FIFA 21 на Xbox One. Давайте загрузим последние доступные составы. Выбираем карьеру тренера. Я думаю, так делает большинство, имея более популярный режим игры. И здесь мы видим, в общем-то, достаточно стандартное меню выбора тренера. Насколько я помню, те же самые шаблонные пресеты были в FIFA 20. Да, абсолютно то же самое меню. Как по чертам лица, так и по одежде. Здесь останавливаться не будем. Идем дальше. И теперь переходим к экрану выбора команды. Здесь, насколько я вижу, тоже особенно ничего не поменялось. Кроме, пожалуй, того, что в Италии у нас теперь больше команд, которые не лицензированы. И, к сожалению, нет серии B. Давайте выберем Интер. Опять же, достаточно стандартно меню, оно было в FIFA 20. Здесь мы выбираем сложность матча, длительность валюту, возможность играть в геро-кубки в первом сезоне. Дополнительные финансовые вложения, чтобы нам было проще совершать трансферы. И вот новый параметр, который появился в FIFA 21. Это жесткость переговоров. Здесь, соответственно, тот параметр, который у нас был в FIFA 20. Это свободные переговоры. И теперь мы можем также ставить строгие переговоры для того, чтобы усложнить возможность проведения трансферов. Сделать их более реалистичными. Когда мы ставим свободную форму, мы, соответственно, легко можем приобрести Мбаппе при наличии средств. Легко мы можем приобрести игроков, которые верны одному клубу. В случае, если мы ставим строгий режим, то здесь все будет не так просто. И в том числе мы не сможем приобрести игроков, которые пришли в команду меньше года назад. Давайте оставим здесь параметр свободно. Это, опять же, параметр, который был у нас в FIFA 20 и FIFA 19. Возможность получать предложения от сборных и участвовать параллельно с карьерой клуба в карьере сборной. Ну и трансферное окно в первые полгода после игры. Продолжение следует... Так, теперь мы переходим к режиму карьеры в главном меню. И выбираем по традиции, оставшиеся с прошлых серии игры, турнир. Практически турниры ничем друг от друга не отличаются. За исключением уровня команд, которые принимают в нем участие и небольшой разницы в призовых. Давайте выберем турнир посередине. Переходим в меню карьеры и видим здесь достаточно стандартные плитки, которые были в FIFA 20. Но при этом, как вы можете заметить, у нас появилась тренировка. И здесь есть параметры тонуса, настроя, физической формы. Этого не было в FIFA 20. В FIFA 20 у нас была тренировка с пяти выбранных игроков, которых мы могли выбрать. Кстати, там нужно было выбирать самых талантливых, чтобы они быстрее всего развивались. Здесь система изменилась. Сейчас мы посмотрим, как это работает. То есть здесь у нас есть типы тренировок, где мы можем сменить игроков, сменить тип задания. То есть каждый тип задания, он по-разному влияет на развитие параметров игрока. Ну и как и в прошлых сериях игры, мы можем как провести тренировку, поиграв за игроков самостоятельно, так и просто рассчитать эту тренировку, чтобы она была автоматически проведена за нас. И вот, соответственно, после расчет мы видим изменение параметров игроков после этой тренировки. Ну и, в общем-то, здесь дальше уже стандартное расписание, которое было и в прошлой серии игры. Единственное, насколько я вижу, здесь у нас есть отмечены дни тренировок и дни отдыха, чего, опять же, не было в прошлых сериях. Здесь тоже все стандартно. Папка, входящая по письмам. Здесь, в общем-то, стандартные письма, которые у нас и были в каждой серии FIFA. Информация по трансферам, о молодежной академии, ожидания на сезон, первые скаутские отчеты. Ну и под пункт разговоров с игроком, когда игрок высказывает вам, что ему не нравится или наоборот нравится. Давайте посмотрим пункт развития игроков. Здесь у нас, опять же, есть нововведения. И мы видим, во-первых, у тех игроков, которые возрастные, у них есть такой показатель в плане развития, как что-то вроде низкого потенциала, наверное, иконка. Как мне кажется. Да, это точно связано с возрастом, потому что эта иконка присутствует только у возрастных игроков. Ну и здесь есть план развития. Кстати, у некоторых вот не присутствует, у Эшли Янга почему-то нет. Окей, с этим можно будет разобраться. Только не совсем понятно. Значит, смотрим, что здесь у нас. План развития. Вот опять же, новое, то, чего не было. Все остальное, как я вижу, оно сохранилось в прошлой серии игр. Вот план развития, это новое. Давайте посмотрим, что можно сделать с конкретным игроком. То есть сбалансированный план развития. Развитие в сторону плеймейкера. И здесь мы видим, как справа сверху изменяются характеристики. То есть от того, что мы выбираем разные варианты развития, у нас, соответственно, меняются характеристики. У нас прогноз по развитию улучшается в случае, если мы выбираем какой-то другой путь развития игрока. И судя по всему, помимо развития навыков, мы также можем выбирать позицию. Да, то есть здесь вот еще одно нововведение, да, мне кажется, очень важное. Это возможность менять игроку позицию, на которой он будет себя комфортно чувствовать. То есть мы по большому счету можем переучить игрока с его текущей позиции на ту позицию, в которой мы видим его в нашей команде. Мне кажется, это очень круто. И то, чего не хватало карьере фифы. Так, что еще интересно? Давайте перейдем к составу. Здесь у нас, опять же, достаточно стандартные плитки. Сборная, естественно, не активна, потому что сборную мы не выбрали. То есть нам еще не было предложений сборной. Мы можем менять игроков. То есть мы можем менять внешний вид бутсы. Другие элементы. Это тоже было в прошлых сериях. Основные составы здесь, соответственно, опять же, из прошлой серии перетекло. Здесь мы можем добавлять несколько составов, которые... Мы будем, например, ротировать от матча к матчу, если вы хотите создать второй состав, состоящий из молодых игроков и автоматически подставлять его в случае, если вы играете в кубки, а не в чемпионате. Или, наоборот, ротируете некоторых игроков, чтобы дать кому-то отдохнуть. Вот здесь вот отличный вариант. Создать вторую версию вашего основного состава. Центр состав, опять же, мы его смотрели только что из меню, как мне кажется. Ну, практически, да, вот мы рассмотрели развитие. Здесь у нас есть еще информация по контрактам, статистика по игрокам и статус игроков. Здесь амплуа и его настроение. Это тоже все у нас было в FIFA 20, как и в FIFA 19. Тут все достаточно стандартно. Единственное, как я говорил, вот справа можете видеть, это параметр тонус. Чем выше тонус, тем больше у игрока добавляется параметров дополнительных. То есть, насколько я читал и помню, что если тонус высокий, то у игрока добавляется несколько дополнительных очков к его общему рейтингу. Ну, и, соответственно, физическая форма – это, в общем-то, стандартный параметр, при котором мы понимаем, насколько игрок готов к матчу, насколько он восстановился. Так, давайте посмотрим на состав клуба. Что у нас здесь? У нас, в принципе, опять же, расположение все абсолютно стандартное. То есть, мы здесь можем изменить план на игру. И, соответственно, под каждый план можем сделать свою расстановку и менять это уже во время игры. И насколько... Да, вот здесь, смотрите, вот важный момент. Опять же, нововведение, мне кажется, супер логичное. Это в том, что когда игрок играет не на своей позиции, как я сейчас поставил Лукаку, то рейтинг у него уменьшается. И, как я показывал, мы это можем исправить в меню. То есть, мы можем переучить Лукаку на правый фланг в случае необходимости, если нам это надо. Это реально очень-очень крутая опция. Ну и видим, опять же, здесь вот появились вот эти значки тонуса около каждого игрока, чтобы было удобно понимать, в каком он тонусе находится. С точки зрения схем, тактики, амплуа игроков и задач здесь, насколько я вижу, все достаточно стандартно. Что касается трансферов, то здесь, опять же, как я вижу, все стандартно. Да, то есть, совершенно так же мы можем нанимать скаутов, назначать им задачи по поиску игроков. Кстати, советую назначать задачу по поиску игроков, у которого заканчивается контракт, и тогда вы сможете в первое трансферное окно ухватить несколько игроков. Либо совсем без денег, либо с большой скидкой, потому что те, с кем не удается перезаключить контракт, ну, их логично сливают по более низкой цене. Давайте посмотрим, давайте посмотрим, какие варианты трансферов у нас есть. Добавляем список в центре трансферов. Центр трансферов – это то место, где у нас отображаются все игроки, которых мы сюда добавляем, плюс те, по кому мы сделали предложение, по кому мы получили предложение, и те, кого мы выставили на трансфер. Здесь мы можем взять игрока в аренду. Здесь, в принципе, достаточно стандартная история вся. То есть мы можем поручить покупку, поручить аренду, тогда мы ничего не будем делать, за нас все делает наш ассистент. Давайте попробуем связаться для аренды. Здесь, как бы, анимация, опять же, вся та же самая, то есть в этом плане ничего не поменялось. И вот здесь мы видим, что у нас появилось еще одно важное нововведение – это аренда с выкупом. То есть мы можем не только взять игрока в аренду, а еще и взять в аренду с последующей опцией на покупку его. Здесь мы можем выбирать период аренды. Давайте выберем год. Дальше мы выбираем долю разделения зарплаты игрока. То есть у него общая зарплата 25500. Соответственно, мы будем платить 15. Милан будет продолжать платить 10. В принципе, меня это устраивает. Давайте продолжать. Ну и выберем цену трансфера. Я, честно говоря, не изучил игрока перед тем, как заходить в это меню. Поэтому не знаю, сколько он стоит. Но давайте предложим 7 миллионов. Соответственно, нам предлагают 10. Давайте согласимся, потому что мы просто смотрим на меню, не знаем, сколько он стоит. Окей, вот. Все, соответственно, мы, игрока, договорились взять в аренду с правом дальнейшего выкупа. И, насколько я знаю, еще одно важное нововведение, что теперь компьютер предлагает вам не только купить ваших игроков, но еще и предлагает вам обмениваться игроками и тоже предлагает вам аренду с правом выкупа. То есть совершенно полноценная система трансферов. Как вы помните, раньше в FIFA было только продажи, то есть компьютер предлагал вам только купить у игроков. Не было никакого предложения обмена, не было предложений взять в аренду с выкупом. Это классное нововведение. И как мне кажется, как мне кажется, вот при таких нововведениях я уже могу сказать, что отдельный менеджер футбола не очень-то и нужен, потому что здесь, по большому счету, практически лично для меня все, что нужно, есть. Так, смотрим теперь на финансы. Здесь, опять же, ничего не изменилось особо. Уведомления. Тоже молодежный состав. Вот здесь молодежная академия. Смотрим. Здесь, пожалуй, разница только в том, что у нас в старте FIFA 2019 не было ни одного скаута, то есть нам приходилось тратить на наем скаута деньги. Это было очень странно, потому что нет такого клуба, которого нет ни одного скаута. Молодежная академия здесь это исправили. Вот видите, есть скаут, который уже работает в Молодежной академии. И уже даже есть игрок. Даже уже несколько, то есть которые у нас развиваются. И по ним, кстати, мы тоже можем ставить планы развития. Да, мы можем ставить планы развития. Тоже так же, как и по игрокам основной команды. Это очень круто. То есть здесь мы... Тут все остальное, как я вижу, без изменений. То есть мы можем менять внешний вид тренера, смотреть на статистику карьеры, смотреть вакансии в клубах, смотреть вакансии сборных, уйти из сборной. Здесь мы видим ожидание руководства. Тоже все достаточно стандартно. И информация, в общем, по сезону. Опять же, ну тут здесь вот я ничего нового не вижу. Смысл останавливаться на этом тоже не вижу. Давайте посмотрим, как у нас проходят матчи. Еще раз повторюсь, я смотрю версию для Xbox One. Для Xbox Series с точки зрения самой карьеры все то же самое. С точки зрения игры там есть элементы, которые отличаются. То есть вы, наверное, видели там реалистичность волос, новые интро при выходе на стадион, более реалистичные зрители. Но в плане меню никаких изменений там нет. И вот мы видим опять же тренировку. Да, и вот можно, нажав правый стик, сделать быстрый расчет, чтобы мы каждый раз не выбирали игроков, не выбирали тренировку. Ну и все супер. Мы здесь видим, как бы, что игрок принял предложение арендовать с правом выкупа. Видим стандартный диалог капитана нашей команды, что он у нас рад нашему приходу в клуб. Давайте посмотрим, как же выглядит самый главный элемент. Это сама игра. И здесь, и здесь, опять же, одно из самых важных нововведений. То есть здесь раньше, как помните, можно было сыграть матч полностью, либо сделать быстрый расчет, когда мы просто получали результат проведенного матча без участия в нем. Здесь у нас появился еще пункт симуляция. Смотрим, что это. То есть идет стандартная загрузка, как будто мы загружаем матч, в котором мы играем полностью. А на самом деле мы видим, мы видим примерно очень похожий расчет матча. Смотрим сверху, как в футбол-менеджере. Если вы понимаете, о чем я, то есть как вы играли в футбол-менеджер. Здесь мы по большому счету наблюдаем за тем, как играет наша команда. Можем менять состав, можем менять тактику. Как вы видите, вот я могу менять защитный, сбалансированный тип игры. Могу руководить командой. Могу проводить замены. И я также могу вступить в игру в случае, если мне это необходимо. Русский комментатор, кстати, здесь тоже есть. Я выбрал английский, потому что английские, они гораздо больше футболистов знают. И там есть режим пубровки, когда ты входит в английских презентаторах. Поэтому им не играть комфортно. Давайте попробуем вступить в игру. Посмотрим, как это работает. Уступаем мы прямо в тот же самый момент, который показывается у нас в расчете игры. Это значит, что это реально, реально симуляция матрицы. Ли, what sort of impact are you expecting from him? Well, it's a big change in the lap. Ну и сам процесс игры. На самом деле здесь я могу сказать, что он не играет. Гораздо больше, чем в игре 20. That has to be the target, if not success in the cup as well. It's got to be! Save, but still a chance. They've got the touch on the ball. A throw-in now. Not possibilities inside the box. Not all that convincing defensively. Chance to finish. Well, that is how to notify the opposition. Precise Vidal pass. Напоминаю, что игра я на уровне сложности мировой класса. Can he put it away? And he's gone and scored here. Romelu Lukaku. It's the first goal of this match. Well, let's see the replay and look at the pace at which the counter-attack happens. But then there's still plenty to do. You have to say it's a really nice finish just to guide it into the net. Lovely goal. You win, you win, you win, you win, you win. It's an interesting tournament where you have a really nice experience. Well, all the hard work has paid off, but the manager knows that a lot more has to be done, to secure this game. We can go back to the simulation or go back to the result. That is, when the result will be known. Let's go back to the simulation of the match. So, the match has restarted. 1-0 here. Just 가� Well, that's the kind of player you want from your defender. давайте перейдем к результату мы выиграли этот матч со счетом 20 еще скажу если вы заканчиваете матч живой игрой доигрываете до конца то матч заканчивается стандартной пресс-конференцией с анимацией как это было фище 20 это в общем-то все что я хочу рассказать о режиме карьеры фифе 21 если будут вопросы пожалуйста задавайте в комментариях обязательно подписывайтесь на канал ставьте колокольчик впереди очень много интересных видео спасибо за внимание пока пока